Проверить его, вести себя порядочно, хорошо. Хороший зал, светлый. Мне нравится, что лица видно. В общем, вы не огорчайтесь, что он так себя ведет. Первое, что вы должны понять, все мужики одинаковые, они все мучают женщин. Все хотят своего, женщины все мучают мужчин. Все одинаковые люди, каждый хочет своего. Не удивляйтесь, что вам попался эгоистичный человек. Ни эгоистичных людей на этой земле не существует. Все и до одного эгоистичны. Не удивляйтесь, то есть ваши записки удивления. Человек послушал лекцию, он теперь все знает, как женщина должна себя вести, и начинает мне список читать, что я должна по отношению к нему делать. Не удивляйтесь, это проявление эгоизма. Любое знание может быть и нектаром, и ядом. Если человек знание направляет на себя и не трогает других, это нектар. А если человек знание направляет на других и не трогает себя, это яд. Учитесь знание направлять только на себя. Моему ребенку два года у него, знаете, все вопросы по лечению к моему помощнику Максиму, который дает консультацию в это время по здоровью. Я не буду отвечать ни на вопрос по здоровью здесь, потому что эта лекция в другом формате идет. Мой молодой человек очень ревнив. В споре он переходит на крик. Это обычное дело. Так всегда бывает. Как помочь ему проще относиться к разным ситуациям? Например, он очень переживает о том, что о нем думают окружающие. Все это провоцирует конфликты. Я очень дорожоким человеком читаю психологию, чтобы хоть как-то сдерживать конфликты. Но мне не хватает знаний. Вам не знаний не хватает. Вам не хватает сил. Человеку в этой жизни не хватает только силы. Но прежде всего вы должны понять одну простую истину, одну вещь. Кому вы хотите помочь? По факту чаще всего люди хотят помочь только себе. Вот, например, эта записка не означает, что девушка хочет помочь своему мужу. Она хочет помочь себе, потому что она хочет жить с человеком, который не нервничает. Не хочется жить с хорошим, добрым человеком, который не ревнует и не нервничает. Поэтому она пишет эту записку. Надо сначала оформить мысль правильно. Чего я хочу? Если я хочу помочь этому человеку, тогда у меня совсем другое настроение. Я начинаю молиться и принимаю его таким, какой он есть. Чтобы помочь человеку, надо его просто принять. Вот как только я принял его таким, какой он есть, он сразу уже на 50% стал лучше. Мы об этом вчера говорили с девушкой вот на первом ряду. Мы говорили о том, что муж меньше начал пить просто потому, что она его приняла в своей жизни. Таким, какой он есть. Просто я принимаю своего мужа или молодого человека, что он такой ревнивый. Это не потому, что он такой плохой, а потому, что ему больно. То есть он не может по-другому жить, у него не хватает сил. Нервничает, переживает, он слабый. У него не хватает сил. Но у меня есть силы. Я молюсь, думаю о Боге, читаю молитву, очищаю свое сердце. И набираю сил, внутри у меня становится больше, больше, больше сил. Постепенно с помощью этих сил я принимаю ситуацию. Мне становится спокойно. И я принимаю этого человека. Как только я его принимаю, моя энергия начинает идти также на него. И он становится лучше. И он начинает чувствовать, что он неправ. Когда он понервничает, он извиняется. Когда близкий человек уже победил свою судьбу в этой ситуации. Когда я спокойно отношусь к своему близкому человеку, к его проблемам. То он начинает ко мне извиняться. А если я неспокойно отношусь, тогда он ругается со мной. Понимаете, да, ситуация? То есть если я беспокоюсь о том, что у него такой плохой характер, это моя проблема. Это не его проблема, это моя судьба. Она меня мучает. Но если я в молитве победил судьбу, и не беспокоюсь о том, что этот человек имеет такой плохой характер. То и вопрос задавать уже не надо, потому что ты видишь, что он уже сам не рад своему характеру. Он начинает извиняться, начинает меняться, вести себя лучше. Когда мы простили человеку, приняли его таким, на 50% ситуация уже решена. Но сначала надо понять мотивы. Мотивы заключаются в том, что девушка хочет помочь не ему, а себе здесь в этой ситуации. Мотивы небескорыстные, понимаете? Потому что помощь ему означает просто молитва и прощение. Я молюсь, прощаю его, вот я ему помогаю. А если я хочу, чтобы вот так раз, и он изменился, это помощь себе уже. Потому что я хочу счастливой жизни, как и все остальные люди, без труда, без труда. Есть такая мысль, что отношение к отцу девушка переносит на отношение к мужу. И вообще в целом к мужчинам. Есть благодарность и уважение к отцу, но не было общения. Что же делать в таком случае? Ну не волнуйтесь, не волнуйтесь. Если у вас есть благодарность, уважение к отцу, не беспокойтесь. Все у вас будет хорошо в отношениях с вашим будущим молодым человеком. Не печальтесь, не беспокойтесь, что у вас будет тяжелая судьба, если вы как бы не имеете близких отношений с мужем. Не волнуйтесь. Будете жить так же, как все, ругаться, так же, как все, мучиться. И развивать в себе хорошие качества. Не думайте, что у вас будет хуже, чем у всех остальных, или лучше. Просто вот примите свою судьбу такой, какая она есть. По факту судьба такова, что если у тебя были какие-то трудности с отцом, или его рядом не было, или с ним были трудности в отношении. Это значит, что с мужским началом в целом есть трудности. Значит, будут трудности и с мужем, и с сыном. Вот. И даже могут быть с друзьями, с мужьями, подружек иметь трудности. Но в этом нет никаких проблем, потому что так устроена жизнь. Если, допустим, у меня на кухне бардак, в этом нет никакой проблемы. Это просто объем работы и все. И у каждого человека в этом мире свой объем работы. Не надо беспокоиться о том, что у меня хуже судьба, потому что вот у меня не было отношений с отцом. Нет у тебя обычная судьба. У кого-то не было отношений с отцом, у кого-то с матерью, у кого-то еще что-нибудь не было и так далее. Все это обычная жизнь. Не надо слишком зацикливаться на своей ситуации. Есть объем работы, надо работать. Вот у подружки, у нее грязно в зале. Это лучше, чем грязь на кухне. Понимаете, грязь на кухне это совсем очень плохо. Это очень тяжело и фактически безнадежно. Надо просто идти убираться и все. Не надо беспокоиться на этот счет. Просто иди на кухню и выгребай свою грязь. Если у тебя, ты еще не знаешь, где твоя кухня находится, ты еще не купила квартиру, догадываешься, что там будет грязно, тогда вообще нет причин беспокоиться о чем бы то ни было. Вот. Просто когда купишь квартиру, тогда и будешь убираться. Если же ты хочешь на тонком плане грязь на кухне победить, тогда молись об этом. Опять нет причин для беспокойства. Если ты хочешь знать, может ли быть у меня такое, что у меня с мужем будут проблемы. Вы знаете, может быть, потому что у всех женщин с мужем проблемы. Я вот ни одной женщины не видел, чтобы с мужем проблем не было. Поэтому это нормально. Люди женятся, и обязательно друг с другом проблемы появляются, потому что это близкие отношения. Значает отработка кармана. Тяжело, тяжелая ситуация. Как должна вести себя дочь по отношению к отцу, чтобы наладить хорошее отношение? Я испытывала сильную агрессию к отцу, не принимала ему авторитет, его слова расходились, делаю, много пил. Сейчас, чтобы не хранить ненависть к своему сердцу и стараться уважительно с ним общаться, укореняем в сознании идею, что сама в прошлой жизни была такой. Молодец, хорошо, правильно делать. Надо не укоренять идею, просто молитвой это все из себя убирать. Только эта идея смогла хоть как-то переломать себе ненависть к отцу. Чтобы зайти, попроведывать его, приходится сначала настраиваться. Думаю, что вниманием к нему я так служу Господу. Супер! Это придет, передает мне силы. Мысленно по утрам кланюсь ему в ноги. Сначала было противно, потом легче. Молодец! Олег Геннадьевич, благословите меня на то, чтобы я могла молиться Богу. Через внимательное и уважительное отношение к папе могла я ему служить. Боюсь, что могу сломаться. Молодец, хорошая девушка, она уже на пути вперед. Она сделала шаг, она старается, но чувствует работы много. Олег Геннадьевич, скажите, что я эту работу смогу сделать. Точно сможете сделать. На 100%, без всяких сомнений. Уже тысячи людей это все сделали. Невозможно жить и ничего не делая. Вы будете жить, и все это будет делаться. Постепенно вы сможете лучше и лучше относиться к своему отцу. Я могу вам сказать это на примере своей судьбы. Мне было то же самое. Мой отец и пил, и пил мать все время. Я был страдал в своей жизни из-за этого. Вот. И я постепенно начал молиться. И постепенно я принял его в свою жизнь. Перестал на него злиться. Вот. Но поймите, когда человек ведет невежественный образ жизни, все равно с ним близких отношений построить невозможно. Можно его уважать в сердце, но держаться чуть-чуть на дистанции. А потом мой отец раскаялся во том, что было. Он бросил пить в результате молитв. Моих, моей мамы. И так далее. И сейчас уже с ним ближе отношения. То есть он другой человек. Он хочет жить правильной жизнью. Он раскаивается. Он думает о возвышенных вещах. Приходит время, люди все меняются. Кому-то тяжелее поменяться, кому-то легче. Что касается ваших отношений с отцом, знайте, что главное отношение строится в сердце. Люди часто думают, как я с ним буду разговаривать, если он пьяный. Или он имеет плохие взгляды на жизнь. Люди думают, что отношения означают беседы. Отношения формируются во время молитвы в сердце. Поставьте изображение святого человека у себя. Или святого места. Включите голос возвышенного человека. Кланьтесь в святыне. Ваш папа находится в вашем сердце. С ним есть связь. Вы когда планетесь в святыне, вы когда лампочкой становитесь, светитесь, постепенно этот свет сначала в своем сердце приводит к покою. А потом в это отношение, в эти отношения тоже свет начинает идти все больше и больше. Я желаю своему папе счастья. Габ такой. Я желаю своему папе счастья. Не хочу о нем думать. Я желаю своему папе счастья. Чувствую, что уже как-то полегче. Желаю своему папе счастья. Еще немножко полегче. Я желаю своему папе счастья. И так далее. И кланяемся святому человеку. Слушаем голос святого человека. Постепенно лампочка горит сильнее. Сначала в сердце спокойно по отношению к папе. Потом постепенно думать о нем стало легче. Связь устанавливается. Потом постепенно у него совесть начала работать. Он начал вести себя получше. И так постепенно отношение в сердце сначала устанавливается. Ты чувствуешь силу в сердце. Ты сможешь с папой себя вести. Но разговаривать не о чем. Пришла, улыбнулась, сказала, папочка, я тебя люблю. Дала ему какой-то подарочек. Но ни о чем не говорила. Просто поцеловала и пошла дальше. Все. Ну то есть это отношения, которые только завязываются. Понимаете? То есть сначала не обязательно что-то обсуждать. Папа говорит, дайте я тебе, доченька, кое-что скажу. Вы говорите, извини, папочка, так сильно тороплюсь. Давай в следующий раз. Понятно? Ну то есть уходите от близких отношений, если не можете. В этом нет необходимости. Если вы, допустим, с папой не говорили, не поговорили, слишком лезвенно. Как тебя зовут, моя хорошая? Как тебя зовут? Как? Как? Маргарита. 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 Ты хорошая девочка? Нормально. Итак, если вы чувствуете, если вы чувствуете, что ваш отец, он в невежестве живет, но не стройте близких слишком отношений через бла-бла. Поймите, что отношения всегда строятся в сердце. Если вы в сердце достаточно усилий прилагаете по отношению к своему отцу, у вас не будет в сердце чувства, что вы плохо к нему относитесь. Вы будете хорошо к нему относиться. И можно, допустим, позвонить, сказать, папочка, я тебя люблю. Все, извини, я тороплюсь. Все. И он не успеет вам сказать ничем плохого. Тоже отношения. Отношения бывают разными. Если у вас есть сила, вы можете строить отношения, какие надо. Но если у вас нет силы, тогда извините. Тогда печаль, тоска, несчастная я такая, все плохо. Объясните, пожалуйста, где, что значит держаться на расстоянии в отношении с близким человеком. Это в буквальном смысле значит не ждать от него счастья. И все. Это значит все выполнять перед ним. Все делать, заботиться о нем. И не ждать счастья от него. А так как ждется счастье, хочется счастья от близкого человека. Нет, вот сюда. У нас тут же есть. Вот. Хочется же счастья от близкого человека. Хочется. И поэтому не можешь держаться на расстоянии. И воспитывать его не можешь из-за этого. Вот в этом уже проблема. Если мы зависим от близких людей, это называется привязанность. Она приводит к страданиям. Если ты заботишься, служишь близкому человеку, у тебя радость в отношениях с ним. Но если ты от него чего-то ждешь, печаль. Держаться на расстоянии означает служить, заботиться. Не спать, не заниматься сексом, не целоваться, не любезничать слишком много. Если есть на то основания. Он это понимает, основания. Кот всегда знает, чье сало съел. Всегда знает, знает человек. Поэтому вот так вот. Это очень трудно. То, что я рассказываю, это очень трудно. Даже мне очень трудно. Если у меня такое происходит, мне тоже очень трудно. Потому что хочешь же наслаждаться близким человеком. Хочется подойти и обнять его, понаслаждаться. Тю-тю. Надо воспитывать. Как относиться к отцу, который отсутствовал около 20 лет. Из-за него по рассказам кредиты там и так далее. Ну, слава богу, что живой еще остался через 20 лет. Как относиться к отцу? Хорошо относиться. Молитва опять, молитва. Видите, вы хотите внешними способами решить вопрос какими-то. Понимаете? Вот Олег Геннадьевич, сделайте так, чтобы я хорошо относилась к отцу. Вот сейчас сделаю. Уставайте. Кому он так сделал? Уставайте. Вам? Кому вам? Посмотрите сейчас. Все? Хорошо. Уставайте. Извините, это благословит. Поймите такую вещь, что это невозможно так сделать. Невозможно. Потому что нужно проделать работу определенную. Я могу вас благословить. Как вас зовут? А? Рима. Римочка. Он у вас строгий очень. Отец, строгий. Я чувствую его как личность. А вы будьте смиренны. Если вы будете очень смиренны по отношению к нему, то вам с мужем будет в 50 раз легче. Вот я чувствую, вы не замужем, да? Нет еще. Ну, вот видите, у вас два варианта. Или муж будет такой весь пи-пи-пи. Или будет такой же строгий, как у вас отец. Два варианта у вас всего есть. Когда муж будет пи-пи-пи, вы сами будете строгий, как ваш муж с ним. А если он будет с вами строгий, вам придется быть смирен. Так лучше с отцом это все как бы сейчас развивать. Просто папочка, спасибо тебе за твой строгий. Я очень благодарен. Хоть это и внешне, допустим. Вы внутри пусть неблагодарны, допустим, хотя бы внешне. Постепенно внутри научитесь быть благодарны. Понимаете, это благословение. Я вам дал немножко знания о вашей ситуации. А теперь уже молитва. Потому что я не смогу щелчком пальца сделать так, чтобы у вас поменялись отношения с отцом. Вы должны сами это проделать, этот путь. Через свое сердечко. Ставьте святого человека. У вас есть что-то святое в жизни? Нету? А? Нет тогда срочно никаких поисков. Без святыни жить нельзя. Поставьте Сергея Радонежского, Серафима Саровского, тому, кого вы верите. Понимаете? Спасибо, Мартаруша. И начинайте кланяться, понимаете, святых людей в море. Не надо ничего искать. Вы слишком гордые, что ли? Не можете принять. Вот есть святыни, есть святые места. Есть, допустим, места очень возвышенные. Там Ярусалин, там Мекка, там и так далее. Возьмите фотографию святого места, любого. Возьмите изображение святого человека. Начните кланяться. Не надо ничего искать. Что вы ищете? Жизнь-то идет. Понимаете? Если вы с высшей силой связь не будете иметь, вы не сможете развиваться. У вас не хватает силы у самой. Я вот все, что вам сказал, вы не сможете сейчас сделать. У вас нет силы на это. Понимаете? Я не уважаю в этом плане современную психологию, которая говорит, а ты улыбайся все равно своемуцу. И это все равно, что, знаете, мне в иголочку в попу воткнут, как бы мне больно. И скажут, Олег Иначеевич, не обращайте внимания на иголочку. Я не могу не обращать внимания, мне больно. Вот. Понимаете? Со временем психологии. А вы не расслабьтесь, расслабляйтесь. Иголочку все больше вставлять в попу. Расслабляйтесь сильнее, сильнее. Иголочку все больше в попу. А я не могу расслабляться, мне больно. Точно так же и вам сейчас в отношении больно, вы не можете ничего с этим сделать. Но если вы начинаете поклоняться святыне, понимаете, то иголочку вытаскивает судьба. Потому что судьба вставила иголочку. Она вылазит потихоньку. И раз в какой-то момент ее нет. Вот я сегодня и молился, понимаете. У меня есть вот запас этого счастья. Видите, я вам об этом сказал, вам стало легче. Так? Почувствовали? Но это не значит, что вы у всех будете вот клянчить счастье дальше. Олег Геннадьевич мне чуть-чуть и мне чуть-чуть. Понимаете, есть такой анекдот про котоваску, который, к сожалению, сдох. Вот, просто он попал в спирт, а его хозяин начал выжимать. Ну и он потом сдох, потому что его выжимали слишком долго, понимаете. Вот, так Олег Геннадьевич тоже. То есть он может давать знания. Но если Олег Геннадьевич выжимает слишком долго, он просто сдохнет. Поэтому старайтесь сами. Старайтесь сами как бы менять свою жизнь. То есть Олег Геннадьевич может в какой-то степени помочь. Это факт. Но спирт-то мало. На всех, может, по чуть-чуть и хватит. Но не слишком много. Получилось так, что лишился хорошей работы. И связано с ней денежного потока. Это всегда по судьбе приходит. То есть деньги, то нет жизни. Каждый день прошу Бога дать мне престижную работу. Ну это не то, вы просите Бога-то. Господь, дай, пожалуйста, капусты. Вот, неправильно. Что еще можно сделать, чтобы все наладить? Надо делать добрые дела. Надо, понимаете, если вы хотите, чтобы жизнь лучше стала, нужно отвлечься от своих желаний. Если вы к Богу приходите и говорите, капусты хочу. Понимаешь, мужик, капусты хочу. Вот. Ну, Бог думает, ну и негодяй вообще. То есть я его наказал за жадность, а он приходит ко мне еще больше наглее. Вот. Богу вообще не нравится конкретно это все. Вот. Если мы наказаны, работы хорошей не и нет, значит, надо просто учиться быть бескорыстным. Кто может быть богатым? Кто больше денег отдает на добрые дела, а не гребет себе? Понимаете, деньги нужны для добрых дел. Бог так воспринимает все это. А если мы деньги воспринимаем как то, что мне Бог должен давать больше и больше, тогда получается все наоборот. Делайте добрые дела. Немножко заставьте себя подойти к бабушке какой-нибудь, которая просит милостыню. Спотейте чуть-чуть и дайте ей пять копеек. Спотейте и дайте ей пять копеек. Уже ближе к хорошей работе будет. На самом деле много не надо сделать, чтобы работа вернулась. Нужно просто делать добрые дела. Вчера одна девушка подошла ко мне и говорит, я приехала из другого города на лекцию, зашла покушать в одно место, и там подошел человек ко мне и говорит, накорми меня голодный. Видно, ну, такое немножко психические расстройства, неспехище. Она взяла, она купила еды, накормила его. Потом другая девушка подходит, говорит, простите, пожалуйста, вы можете мне тоже 10 рублей дать? Мне на звонок не хватает. Ну, правда, вот, извините, пожалуйста. Ну, а ей дала. Я посмотрел на ее судьбу, у нее в личной жизни какие-то большие трудности. Она вот кусок из этих трудностей просто этим поступком вырвала уже. Я прямо увидел, как раз у нее судьба становится лучше из-за этого поступка, из-за этих поступков. Вот так человек должен действовать, чтобы у него появилась хорошая возможность трудиться. Понятно, что если вы человек неординарный, то вам положена по судьбе престижная работа. И, скорее всего, она у вас и будет со временем. Но если бы Господь у вас ее забрал, это значит, к тому есть причина. Причина в скупости. И от скупости, ква-ква, и от глупостей. И еще от хвостовства, ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква. Ну, то есть, надо что-то с этим делать, понимаете? То есть, нужно бороться с этим. Если мы не боремся, то будем страдать. Вот через такие события. Не думайте о своей зарплате и работе. Просто молитесь Богу, чтобы Он научил вас бескорыстию, чтобы Он научил вас меньше быть привязанным к деньгам. И просите у Бога, чтобы Он вас занял по вашей природе в деятельности. Понимаете, я знаю одного человека, который так и не устроился на работу. Он работал на высокопоставленной должности. Потом ее потерял. А потом всю жизнь, ко мне жена уже его подошла, он остался без работы, потому что он говорит, я ниже работать не буду. Ниже работать не буду. Я достоин большего. Вот. И просто сидел без работы дальше всю жизнь. Это гордость просто, и все. Нет работы высокопоставленной, иди на любую. И жди, когда Бог даст тебе получше возможности. Вот так надо жить. Но если ты ждешь высокопоставленной, и больше делать ничего не хочешь, это просто гордость, и Бог тогда вообще ничего не даст. Ему это вообще не нравится, такое поведение. Вот, допустим, я читаю лекции, ко мне на лекции приходит 600 человек. Ну, хорошо, все. Ну, круто. Я такой вообще развышенный, крутой, мне все слушают. Вот, потом меня, допустим, в интернет раскритиковали, там выпустили кучу материала о том, что я плохой. Все, люди вот почитают, думают, как же я ходил на лекции этого человека, надо ходить на какого-то другого. Я приехал куда-то в какой-то город, ходит 60 человек. Я говорю, нет, нет, ребята, я ездить буду, что я не буду, собирайте 600, мне такие лекции не нужны. Значит, вообще читать не будешь. Гордишься собой, значит, вообще читать не будешь. Бог вообще ничего не даст просто, и все. Как, Олег Геннадьевич, как выбрать деятельность, в которой будет успех? Очень просто. Надо подойти к святому человеку, покланяться ему, и спросить его, где успех? Может, где успех? И он такой, он же смиренный, он скажет, иди туда, и там будет успех. Вы понимаете, цветы, люди так не действуют. Они говорят, слушай, может, ты слишком гордый. Иди и работай там, где Бог дал. Вот я перевожу вам дословно, как святой человек вам скажет. Иди и работай там, где Бог дал. Постепенно к тебе придет успех. Сначала работай там, где Бог дал, трудись, а потом придет успех. Я помню, как я начинал читать лекции. Я никогда, я читал всегда лекции, где Бог давал. Приходило по три человека, иногда по пять, читал лекции. Нет, не важно было, много людей, мало. А когда я учился в институте, мне приходилось, так как из малоимущей семьи, я работал и дворником, и сторожем, и медсестрой. Судно на силу людей. И просто радовался с возможностью служить людям. Бог постепенно видит, как человек радуется труду, он дает ему больше возможностей, так развивается личность. А если я пытаюсь сразу прыгнуть на девятый этаж, я разбегаюсь, 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 и бум, лбом об стену. Ну что такое, в чем дело, ну почему? Что это у меня не получается, на девятый этаж прыгать? А на девятый этаж прыгать не надо. Надо зайти сначала в подъезд, любой подъезд. Вы говорите, а в какой деятельности у меня успех будет? Да ни в какой. Вы хотите на девятый этаж? Пожалуйста, в любой подъезд заходите. На первый этаж, первую ступеньку вставайте. Потом будет вторая ступенька, потом третья, потом будет первый этаж. А потом, когда повыше заберетесь, поймете вообще, в какой подъезд он надо было идти. Сверху видно уже лучше, понимаете? Когда человек развивается как личность, он уже лучше может видеть, что ему делать. Когда молодые люди ко мне подходят, говорят, где мое предназначение, чем заниматься? Я говорю, иди и занимайся там, где тебя ждут. Потом, если чувствуешь не то, поменяй. Пройдет года два, и ты будешь точно знать, чем тебе заниматься. Если ты будешь ходить и спрашивать, то так ты ничего не найдешь. Один молодой человек все-таки добился от меня, чтобы я сказал, какова его природа. Я сказал. Потом на следующей лекции он пришел ко мне, и я спросил его сразу же. Я говорю, ты думаешь о том, чтобы поменять работу? Он говорит, нет, не думаю. Я говорю, а почему? Я же тебе сказал, какое у тебя предназначение. Он говорит, ну я начал сомневаться. А я говорю, а я знал, что ты будешь сомневаться, поэтому тебе не отвечал. Он сидел рядом с девушкой со мной. Я говорю, ты женат вообще? Он говорит, нет. А девушке, говорю, а вы? Она говорит, тоже не замужем. Я говорю, ну женитесь вот вместе, все. Она посмотрела на него и говорит, я не хочу за него замужем. Он говорит, я тоже не хочу ее брать. Я говорю, ну если вы, как говорили, никак бы не принимаете моего совета по поводу того, с кем жениться, почему вы тогда меня спрашиваете о своем предназначении? Вы должны это решить сами. Вы сами выбираете, на ком жениться. Также вы сами не находите свое предназначение. Никто вам не сможет это открыть. Потому что вы никому не поверите, кроме своего сердца. Когда ваше сердце подскажет вам, вот это твоя труба. Она тебя зовет. И ты сразу, ой, поскакал на коняшке, на своей судьбе. Вот и все. Так вот это все работает. Олег Геннадьевич, где коняшка, где судьба? Не могу ничего сказать по этому поводу. Потому что решать все равно вам самим. Как вести себя правильно, если близкий человек ревнует? Правильно не вызывать ревность. Допустим, если я девушкам всем строю глазки, моей жене не нравится, что я должен сделать? Не строить глазки. Вот и все. Вот и все правильно. Потому что ревность всегда имеет причину какую-то в сердце. Девушки часто думают, а я вообще как бы очень скромно себя веду. Такая девушка подходит ко мне, вопрос задает. Олег Геннадьевич, у меня муж постоянно ревнует. А я очень скромный. Я смотрю, у нее юбочка. Ну, почти отсутствует. Потом развес тоже нормальный. Вот. И, ну, как бы вот так вот все. Я говорю, я бы тоже ревновал. Она говорит, да, Олег Геннадьевич. Я говорю, да. У меня вот жена так не ходит. Она все закрывает. И мне спокойнее жить. А представьте, что вы как бы на вас все смотрят же. Вы же красивая. Она, да, я красивая. Я говорю, ну, вот ты поэтому ревнует. Все же кушают вашу красоту. А ему хочется, ему ничего не достается. Вот представьте, вы мужу приготовили большой обед. Потом приходит куча друзей. Весь обед сожрали, ему ничего не осталось. Я смотрю, что он будет недоволен. Это же его обед. Ну, поди, ну, как, чуть-чуть. Дайте понюхать там всем чуть-чуть. Вы красивая, пускай нюкают. Но не слишком много. А кушать должен муж все. Это же его красота. А вы же за него вышли замуж. Хорошая музыка, красивая. Мне нравится. Из фильма «С легким паром». Берегите автомобиль. Берегите автомобиль. Да, да, точно. Отлично. Часто приходится разочаровываться в человеке. Надо просто не очаровываться, и тогда не будешь разочаровываться. Когда узнаешь его глубже, оказывается обманщиком. Ищет во мне материальную выгоду. Аллочка. Ну, все мужики ищут выгоду у женщин. Ну, где бы вы видели мужиков, чтобы они выгоду не искали. Как один молодой человек говорит, а у меня, Олег Геннадьевич, к моей девушке молодой, абсолютно бескорыстное, чистое духовное чувство развивается. Я говорю, да вы что, вот к этой молодой девушке у вас прямо духовное чувство бескорыстное развивается? Он говорит, да, хорошо. Я говорю, а почему бы вам тогда с бабушкой не встречаться? Вот к ней бы точно у вас бескорыстное чувство развивалось. А если вы с молодой девушкой встречаетесь, то это чувство не совсем бескорыстное, мой хороший. Мы иногда в иллюзии находимся, понимаете? Вот, если ты встречаешься с молодым человеком, то тоже не бескорыстное, ты хочешь наслаждаться ими, вот, и он хочет наслаждаться тобой. Эти отношения не бескорыстные, они должны со временем стать бескорыстными. Иногда девушки наслушаются лекции, молодой человек, допустим, графию начинает чистить, обнимать, она говорит, по рукам ему, иди себе бескорыстно со мной. Не может он. Конфетка, если сладкая, ее хочется кушать. Надо это понимать. Тоже, как бы, вы же тоже не бескорыстная. Некоторые девушки говорят, Олег Геннадьевич ко мне муж пристает, а я такая возвышенная вся. Я говорю, вы возвышенная? Она говорит, да, я очень возвышенная. Хорошо. Вот смотрите, у мужчины, как бы, вот смотрите, женщина вся соткана из энергии любви, все тело. А у мужчины энергии любви только в одном месте сосредоточены. Понимаете это или нет? Что вы наслаждаетесь жизнью всем телом. Вот когда вы на кровати лежите на мягкой, вы испытываете счастье. Когда вы в комфортной квартире находитесь, которую он вам создал, вы испытываете счастье. Когда с детьми общаетесь, вы испытываете ту же самую энергию любви, и везде женщина испытывает энергию любви, когда она находится в близких отношениях. А мужик только в одной ситуации испытывает энергию любви. И что с ним делать? Убить его? Или что с ним делать? Гад такой, он хочет, но и наслаждаетесь. Так вы наслаждаетесь его обществом всю жизнь. Он вам дает квартиру красивую, сладости и много-много всего для счастья для вашего. Это называется тонкое наслаждение. Грубое наслаждение, тонкое. Женщина, она испытывает счастье от тонких наслаждений, а мужчина от грубых. Ну, он погрубее, понимаете, сотканый. Такой вот мужлан. Но разницы никакой нет. Это и то, и другое эгоистично. Женщина наслаждается тонким счастьем, мужчина грубым. И то, и другое означает наслаждение. И если муж слишком сильно к вам пристает, знайте, на это есть две причины. Первая, вы слишком сильно наслаждаетесь жизнью, и от вас идет такая энергия, которая заставляет его тоже наслаждаться вами. Вторая причина заключается в том, что когда приходит время, у женщины энергия наслаждения в теле сама собой копится, и мужчина начинает звереть рядом с ней. Он слишком сильно начинает ей наслаждаться. Это значит, что пора заводить ребенка. Когда появляется ребенок, он у женщины энергию наслаждения оттягивает на себя, и муж успокаивается. Ему становится легче жить. Потом, когда опять начал звереть, значит, надо второго заводить уже. А потом, когда будет достаточное количество детей, он вообще успокоится, им будет некогда ни о чем думать, он будет зарабатывать на жизнь для всех детей. И все, баланс. Ваше желание быть счастливой, и его станут гармоничными. Итак, видите, вы мне накидали 500 записок, я ответил всего на 15. Такая пропорция неизбежна, потому что я один, а вас много, мои хорошие. Будем дальше на вопросы отвечать или начнем лекцию? Кто за лекцию? Поднимите руки. Кто за ответ на вопросы? К сожалению, я дамся начинать лекцию. Уже 15 минут. Восьмого. Да уже не надо больше вложить, у вас записок хватит на всю жизнь. Мемуары буду писать на них. Итак, мы с вами движемся вперед. Вчера мы с вами узнали о том, что есть обязанности мужчины и женщины. И самая главная обязанность – это уважение. Есть и другие обязанности. Например, мужчина должен вести семью в духовной практике. Он должен содержать материально семью. Он должен терпеть эмоции жены. Должен учиться переносить стойко все трудности в семейной жизни. Мужчина должен быть старшим в семье. Это не означает командовать, а означает так себя вести, чтобы все чувствовали, что он старший. Означает развиваться как личность. Когда мужчина действительно становится старшим, женщина не может ему как бы перечить, потому что женщина чувствует человека. И если у мужчины действительно есть достоинства, женщина не может их не принять. Так она устроена. Она принимает то, что есть. И не может принимать то, чего нет. Мужчина должен быть храбрым и приносить все трудности семьи. Он должен брать на себя ответственность в принятии решений, потому что у женщины психика не соткана из возможности принимать решения. У мужчины и у женщины есть основные двигатели трудностей в жизни, испытаний. У женщины главная трудность в жизни – это страх. Женщина испытывает страх от всего нового. Женщина в жизни стремится к стабильности и спокойствию, и гармонии. Поэтому для нее все новое – это страшно. А мужчина, он новатор по своей природе. Он должен все менять, стремиться к совершенству, к изменениям. Поэтому мужчина принимает решение сам. Принимать решение не означает рубить мнение жены. Принимать решение – это означает выслушать жену, выслушать всех близких людей и сделать так, чтобы все были счастливы. Это называется принятие решения. Принятие решения не означает «давай принимай решение сама по-своему или я по-своему приму». Мужчина выслушивает жену, а потом делает так, как лучше ей. И это называется принятие решения. И жена тогда счастлива. Она чувствует, что она всегда защищена в семье. Иногда бывает так, что придется принимать решение не так, как лучше ей, а так, как надо. Иногда так бывает. И это связано со слабостями женщин. Например, надо переезжать в новую квартиру, а женщина привыкла к старой. У женщин так психика работает, что ей очень трудно поменять место, где она живет. И она будет держаться за старое. Может быть, не все женщины так себя ведут, но многие. И в этом случае мужчина просто собирает вещи и переезжает. А ей деваться некуда, она ворчит и переезжает за ним. А потом через неделю она привыкает к новому месту и считает, что все нормально там. Мне там даже больше нравится, чем на старом. И говорит мужу, больше никуда не переезжай. Она там все это гнездышко себе вьет. То есть женщина вьет гнездышко. То есть ей надо там все прибрать, убрать. На это может несколько месяцев уйти, чтобы гнездышко стаскало хорошим. И она затрачивает очень много труда на это гнездышко. И потом, когда муж говорит, все, следующее гнездышко, она не может это принимать, потому что опять придется много труда затрачивать, чтобы следующее гнездышко стало хорошим. Я правильно говорю, женщины? У кого не так, поднимите руки. Кто гнездышки меняет, со свистом, без проблем. Вот одна девушка такая есть. Всегда будут исключения. Но в основном есть правила, по которым мы живем. Обязанности женщины заключаются в том, чтобы служить семье. Если женщина говорит, Олег Геннадьевич, к сожалению, я не могу так сильно служить семье, потому что у меня работа. У каждого человека на первом месте стоит Бог. Без духовной практики невозможно иметь силы жить нормально. На первом месте стоит Бог, молитва. Поэтому раньше всего, когда человек утром встает, он молится. Это самое первое, что он делает, чтобы были силы на все остальное. Молитва – это самое первое, самое главное. На втором месте у женщины стоит семья. Семья – это для нее фундамент жизни. Женщина на работе отдыхает, а в семье трудится. Мужчина на работе трудится, а в семье отдыхает. Где вы видели, что вы дома отдыхали, женщины? Кто-то из вас отдыхает дома или нет? Кто отдыхает дома, поднимите руку. Хорошо, микрофончик. Девушка очень смело подняла руку. Сейчас мы будем с ней общаться. Она отдыхает дома. Я не замужем, поэтому я отдыхаю. А, вот так. Ну все, тогда отпадает кандидатура. А кто замужем и отдыхает дома, поднимите руку. Вот сзади, давайте с ней поговорим. Вот там сзади микрофончик, на задний ряд. Девушка отдыхает дома и замужем при этом. Мне очень интересно, что она под этим имеет в виду. Мне кажется, другим женщинам тоже. Ну, рассказывайте. Встаньте, чтобы я вас увидел. Так. Не знаю, не напрягаюсь дома. Ну, то есть вы что-то делаете дома без напряжения, да? Да. То есть вы такая трудовая, активная, радостная, счастливая. И поэтому в работе дома отдыхаете, да? Ну, все понятно. Все правильно. Ну, то есть это не значит, что вы на диване валяетесь, да? Нет. Вы там трудитесь, все прибираете, все делаете. Мамчик. А? Трое детей. Трое детей. И вы очень шустрая, там жик-жик. И хорошо вам. Хорошо там вы. Ко-ко-ко-ко-ко. То есть все нормально у вас дома. Спасибо, я все понял. Хорошо. То есть, видите, одна поняла, и то она по-своему поняла. То есть для нее труд дома – это отдых, оказывается. Это просто, ну, на самом деле, она же не отдыхает, она не бежит на диване, хоккей не смотрит, да? То есть она дома трудится. Женщина дома трудится. Но если женщина уходит на работу, приходит домой поздно, домой все, все дети голодные, муж несчастный, все не прибрано, собачка все обкакала, всю квартиру, вот, это неправильно. Если женщина так себя ведет, то что получается дальше? Хаос. Она создает атмосферу жизни всей семьи. Если она этого не делает, то за нее это делать никто не будет. То есть женщина трудится дома. И поэтому, если работа мешает этому труду, надо найти такую работу, которая бы не мешала. Женщина на работе отдыхает, а не трудится. Некоторые… Это в честь нашей лекции, салют, мы заказываем. Вот. Вот. Наконец-то мы встретились, да? И поэтому… Такой салют. И, понимаете, женщина часто спрашивает меня, Олег Геннадьевич, как найти свое предназначение на работе. Я знаю, что главная семья, у меня семьи пока нет, и хочу найти предназначение на работе. Мышление неправильное с самого начала. Если ты будешь искать предназначение на работе, семьи так и не будет. Для того, чтобы семья была, нужно в личную жизнь вложить силы. Понимаете, силы идут или на работу, или в личную жизнь. Одно из двух. Если ты хочешь сама себе зарабатывать на квартиру, это неправильное решение. Потому что нужно вложить силы в то, чтобы нашелся такой мужик, который бы зарабатывал на квартиру. А у вас есть совсем другие дела. Вам надо рожать детей срочно. Потому что еще шесть лет пройдет, и уже может быть и тяжелее. Понимаете? А сейчас нормально, без проблем. То есть нужно вкладывать силы в личную жизнь. Что это значит? Это значит, что поменьше напряга на работе. Энергия же не раздваивается. Что значит вкладывать силы в личную жизнь? Это значит учиться по-нежному общаться с людьми, заботиться обо всех. Звонить маме, папе. Звонить всем детям знакомым, всем родственникам. Общаться. А также ходить на разные лекции, по семейной жизни. Встречаться на разных хороших местах. Вот смотрите, сколько здесь хороших людей собралось. Один из них может быть вашим мужем. Вполне возможно. Вот. Когда девушка ходит на такие хорошие лекции, она хорошая девушка. Как вас зовут? Да? Алла. А Алла. А, очень хорошая девушка. Вот. Советую познакомиться с ней. Прямо сегодня. Вот. Понимаете? То есть, девушки должны ходить на хорошие мероприятия какие-то. Вот, допустим, у нас проходит фестиваль «Благость». Ну, собираются 700 человек там. Многие знакомятся на фестивале. Две недели там в Анапии люди живут, изучают, как правильно жить, строят друг другу глазки. Некоторые знакомятся, создают семьи. Вот. И так далее. Ну, то есть, понимаете, девушка должна уделять время личной жизни. Надо не в бары ходить и казино, а ходить в те места, где благостные, хорошие люди находятся, чтобы знакомиться с ними, улыбаться. Чтобы улыбаться, нужны силы. Когда много работаешь, сил нет улыбаться уже. Девушка должна быть отдохнувшей, румяной, несчастливой. Тогда она красивая и привлекательная. Замученная на работе девушка не привлекательная. У нее нет силы улыбаться. А если нет силы улыбаться, никто замуж не попросит. Первая обязанность женщины – это отношения. Она должна быть спокойной, отдохнувшей, счастливой всегда. Она не должна быть перенапряженной. Поэтому женщинам всегда такой совет. Если вы хотите понять, где вам работать, то на работе у вас должны быть следующие вещи, чтобы вы были счастливы. Какая-то работа меньше всего уже менее важна. Но важно, чтобы там была возможность поболтать с подружками. Раз. Поперекусывать. Женщины любят перекусывать. Женщины перекусывают, мужчины жрут. Ну, а такая разница. Надо знать эту разницу. Потому что женщины, они испытывают вкус от пищи. Они от пищи хотят вкуса, энергии любви. Поэтому они перекусывают. Здесь перекусила, там перекусила. Они испытывают вкус от пищи. Им нужен вкус от пищи. А мужчине вкус от пищи не нужен. Ему нужна сила от пищи. Поэтому он жрет. И жрет до последнего. Чтобы больше силы было. По этой причине, женщины, не волнуйтесь. Если муж, допустим, говорит, ты тоже должна работать. Вы можете не работать. Если он скажет, я тоже не буду работать. Ничего страшного. Так как женщина перекусывает, она перекусила у одной подружки. Перекусила у другой. Нет проблем. А может, она дожрать. Понимаете, он не может перекусывать. И тем более, он не может перекусывать у друзей. Он не может позвонить другу и сказать, слушай, мне жрать нечего. Можно я к тебе пойду пожру? Он скажет, ты что, вообще, что ли? Иди работай и жри свое. Вот, вдруг так скажет. А девушка может прийти в гости к своей подружке и попить чайку там, попить чайку там. И вообще никаких проблем. Ей много же не надо. Поклевало там, поклевало здесь. И все, ей кушать уже не надо больше. А муж, то надо жрать, понимаете? Поэтому он не выдержит такой ситуации. Пойдет работать. Не бойтесь, женщины, остаться без средств на жизнь. Если вы чувствуете, что вам тяжело трудиться, не справляетесь с семьей и работой одновременно, дайте возможности мужу это делать. Вкладывайте лучше в любовь. Вкладывайте в мужа, он окрепнет, станет таким румяным, сильным, энергичным. Тогда жена дома заботится о нем. И так на работе женщины должны перекусывать, чтобы была возможность. Дальше они должны, возможность уходить пораньше и приходить попозже. Ну или хотя бы что-то из этого. И чтобы ими не командовали там на работе, а нежно их просили что-то сделать. Это самый идеальный вариант для женщин работать. Поднимите руку у женщины, которые хотят работать на такой работе. А которые не хотят. Скажите, поднимите руку. Есть такие? Видите, все хотят на такой работе работать. Это значит, что для женщины главное на работе не работа, а отдых. Потому что я ничего о работе сейчас не сказал вообще. Я все время говорил об отдыхе на работе. Вот и все. Женщине важно на работе хорошее отношение, чтобы были подружки, было с кем-то рекать, чтобы начальник не мучил. Все. Вот это означает отдых на работе. Это не работа. Но работа у женщины дома. Там у нее труд. Это ее место, где она достигает своего счастья. Когда девушка не замужем, она одна. Она должна посвятить свою жизнь в это время духовной практике. Она должна развиваться как личность и учиться быть женщиной. Две вещи она должна, самое главное, делать в своей жизни. Первое. Она должна учиться молитве, стать сильной, чтобы щечки стали румянными. Когда у женщины энергии становится больше, она вся идет наружу. Мужчина, когда занимается духовной практикой, он приобретает хорошие качества, они все идут внутрь. Он как бриллиант, который скрыт снаружи грязью. Ну или просто скрыт от глаз. Но когда женщина занимается духовной практикой, все самое лучшее у нее идет наружу. Поэтому женщины или девушки, которые занимаются духовной практикой, они сияют красотой духовной силы и привлекают к себе внимание.